В последнее время и взрослые, и дети увлекаются творчеством. Кто-то лепит из теста, другие увлекаются квилингом. А мы начинаем новый проект с Бийским педагогическим колледжем «Мастер-класс за 5 минут». В преддверии Великого Святого Праздника Пасхи мы оформляем праздничный стол, готовим подарки нашим родным и друзьям. Для оформления подарка можно сделать бумажный пакет, декорированный текстильными материалами. Итак, нам понадобится крафт-бумага, лист А4, клей ПВА, кисточка для клея, атласные ленты, ножницы, дырокол, текстильные материалы и простой карандаш. Из этих материалов мы сейчас сделаем такой подарочный пакет. Загибаем на себя край листа на 2 см. Проглаживаем линию сгиба. Для большей прочности склеиваем отворот с основной части пакета. Загибаем правую и левую сторону листа к центру, так, чтобы получился нахлёст в 5-10 мм. Склеиваем согнутые стороны между собой. Загибаем край вниз на себя, чтобы получился напуск не менее 5-6 см. От ширины загнутой части будет зависеть ширина дна пакета. Внешние края загибаем вовнутрь, совмещая с основной линией сгиба. Проглаживаем диагональные линии. У нас получилось подобие ромба. Пакет готов. Можно приступать к декорированию. Пакеты могут быть оформлены разными способами – лентами и тесьмой. Предлагаем оформить при помощи текстильной аппликации. Для неё могут быть использованы силуэты узнаваемых растений и животных. Мы используем силуэт птицы. Для аппликации вам понадобится ткань. Во избежание деформации она предварительно была наклеена на плотный лист бумаги. Обводим шаблон на бумажной стороне. Для изготовления отверстий используем дырокол. Делаем отверстия на одинаковом расстоянии от края пакета. Для ручек будем использовать атласную ленту длиной 25 см в количестве 2 штуки. Можно использовать различные варианты в зависимости от вашего замысла. Таким образом, мы выполнили один вариант оформления упаковки для пасхального подарка. Сегодня в гостях у женского клуба организатор галереи авторских работ «Алтай Талант Бийск» Ирина Моисеева. Добрый день. Здравствуйте, Юля. Сегодня галерея авторских работ «Алтай Талант Бийск» является неотъемлемой частью культурной жизни города. Как вообще пришла идея ее создания? Насколько ожидания совпали с реальностью? Все начиналось с реализации идеи через сайт организовать продажу работы картин бийских художников. И мне родственник предложил посмотреть сайт для примера «Галеневосточный». Он говорит, посмотри, может быть, удастся объединить бийских художников и сделать. И у тебя возможность будет дома находиться, и при этом будешь в деятельности находиться, работать. Посмотрела. То, что я увидела, то есть, по существу, там были только продажи портретов, предложения по портретам. Но вот еще как-то, наверное, так сложились обстоятельства еще жизненные, что в тот момент у меня включился весь мой жизненный опыт. Я когда-то имела отношение к творческому процессу, очень, значит, сильно начинала деятельность трудовой в бийске на телевидении, на бийском. И вот в тот момент вот четко вот сработала мысль. Но если я буду что-то делать, так это можно сделать вот так. И пошел процесс, который в результате, и, ну, могу сказать, который для меня это вот что-то стало такое, когда я понимала, что я, когда я писала концепцию проекта, что я просто излагала мысль. То есть вот это был такой удивительный момент, когда ты что-то прописываешь. То есть по существу Алтай Тайлан Бийск изначально он прописался текстом в несколько листов. Сначала художники, потом, значит, ремесленники, мастера появились. Я пришла, показала проект, то есть, ну, волей-неволей такой, естественно, что на первом, какая первая идея? Город мастеров. То есть вот такое объединяющее название – город мастеров. Я пришла, почему-то, не знаю, ну, вот видно, потому что вот этот наш, такие творческие процессы, Сергею Александровичу Зиновьеву, который в свое время руководил Бийским телевидением, вот пришла и показала ему, вот посмотрите, потому что мы как-то все-таки очень, как-то вот то, что касалось творческих процессов, он для нас был всегда для меня, по крайней мере, авторитетом. Показывал ему эту идею, рассказывал, вот хочется сделать. И он произносит фразу, Ира, ну, ты знаешь, вот вроде как город мастеров уже есть сайт, по-моему, ну, Цаплин, если правильно помню фамилию, вот он уже сделал, уже, значит, было получено. Я, значит, расстроилась, потому что, ну, все вроде как, казалось бы, что я нашла, и казалось бы, на тот момент, ну, вот раз уже это было, что дальше, но информация накапливалась, и в результате добавились еще и писатели, и журналисты. И вот опять вот эта накопленная информация, она так пульсировала, и нужно было просто какое-то название такое объединяющее, которое вот отразит мысль. Все-таки в основе галереи авторских работ Алтайта Ланбейск лежит как раз вот проект, который очень масштабный, который, на самом деле, когда я осознала, он так меня тоже слегка напугал вообще, удастся или нет, но была мечта. Вот хотелось это сделать. В выставочном павильоне галереи представлено множество работ. Откуда берутся эти авторы, где вы их находите, или они находят вас? Основа, конечно, это то, что я уже знала, потому что специфика деятельности такая, то есть мастера, которые занимаются, художники, то есть творческие люди, это особая категория людей. Их не так много, кто берет на себя вот этот, ну, по-своему тяжелый труд. Почему? Потому что он, может быть, так не массово востребован, да, то есть мы реально понимаем, это не за хлебом в магазин сходить. И их не так много людей, которые все-таки не могут, которые во главу угла ставят именно творческий процесс. И все-таки основа, база мастеров, это было, конечно, ну, то, что вот изначально, то, что у меня было прописано, то, что я знала, добавляется. Дальше уже добавились, ну, во-первых, конечно, нужно сказать, что когда вот с Романом мы встретились с ремесленной палатой, я очень сегодня рада и просто счастлива, что деятельность моя, в ней заинтересован там краевое управление, да, по предпринимательству. И когда я не могу там об этом не говорить, потому что это очень важно, когда ты вот начинаешь, да, и ты находишь поддержку такую. Сегодня на самом деле вот с краевым управлением, то, что касается ремесленников, да, я участвую на выезде в краевых мероприятиях во всех официальных, с Алтай-турцентром мы работаем, и там встречи с мастерами, которые происходят на этих площадках, то есть вот эта база, она расширилась за счет участия в таких мероприятиях, и получается, что за счет вот когда то, что вне Бийска. Но Алтай-Талант Бийск, вот Алтай – это отражение как раз как Алтайского края, так и Республики Алтай регионно, потому что есть сегодня уже опыт работы выставки, проведения выставки в Республике Алтай, это уже такой проект реализовался, поэтому как раз вот Алтай – это географически. И сегодня в галерее представлены работы мастеров из Белокурихи, вот у нас звезда такая Анни Белецкая, я очень рада и счастлива, потому что первая выставка, которая, в принципе, ее, она была проведена у нас в Бийске. То, что касается добавления, сегодня очень популярна область хендмейд, ручной работы. И вот основной уровень создают изделия профессионалов, я могу сказать. То есть вот слово «галерея» все-таки оно по концепции отражает, что хочется отразить – это уровень изделий галерейный, то есть высокий уровень изделий. И есть уже, появляться стали как раз, кто сам приходит. Это мастера, кто сегодня занимается творчеством, может быть, не профессионалы, но которые достаточно на высоком уровне делают свои изделия. Вот за счет этого происходит расширение. Открытие выставок у вас в галерее – это всегда событие городского масштаба, яркое, запоминающееся, с интересной подачей. Что ждет нас в ближайшем будущем? Ну, как это, секреты не принято раскрывать. Но здесь на самом деле просто вот в жизни так переменчиво все. Есть то, что прописано, и, например, на конкретном примере, чтобы понятно было, что хочется реализовать и с кем уже сегодня есть договоренность. В принципе, это уже до конца года уже есть по выставочным проектам, планы не закрыты. Есть предложение сегодня от Вадима Климова. Это известная такая галерея в Барнауле «Республика ИЗО». То есть он известный галерист и человек в культуре, который самостоятельной деятельностью занимается. Реализовать российский проект. Он будет касаться плакатов, плакатного искусства 1917-2017 год. Это та перспектива, он будет проходить во многих городах России. То есть вот мы включаемся в Алтайском крае, это галерея ИЗО, чтобы в ноябре провести у нас. Это те вопросы, которые на сегодняшний день решаются. Значит, есть также с Самарой договоренность. Вот провели выставку по Эвересту фотографий. И, соответственно, завязались отношения. Я надеюсь, что получится выставить репродукции большого формата Николая Рериха. То есть я отношусь как к художнику. И в первую очередь, если вот это как бы есть такое признание, если получится, я буду тоже очень рада. Мы сегодня очень хорошо сотрудничаем с Общественным советом по культуре. Это тоже очень важно, потому что вот на самом деле то, что удается что-то сделать, это вклад очень большого количества людей, которым нравится проект. И которые что могут делают и откликаются. И вот думаю, что нам удастся с Самарой тоже сработать. График расписан. То есть вот по большому счету сегодня после каждого, каждого 20 числа каждого месяца можно уже говорить, что будет новая экспозиция бывает. С кланом Такеда сегодня мы проводим выставку детских работ, которые я вот на самом деле какие молодцы и преподаватели, и учащиеся. Вот. И есть интерес у зрителей. Сегодня активно мы проводим конкурс зрительских симпатий. Но в перспективе в сентябре выставить как раз все подлинные вот японские, все, что возможно, всю их коллекцию настоящих японских изделий. Есть у нас, планируется с куклами-берегинями, с Людмилой Усольцевой. Я знаю, что она была в гостях. На самом деле я вот так плавно, и с ними тоже мы работаем по, хотим выставку сделать, организовать. Я плавно хотела сделать подарок, хотела большое спасибо, конечно, сказать за приглашение на программу. И вот очень хочется, чтобы вот эта кукла русская, тряпичная, которую сделала Марина Климова, чтобы она таким символом стала женской программы. Вот. Кукла русская матушка. Ну вот она такая женская, и очень хочется, чтобы этот символ стал для вашей программы двигателем. Постоянным. Потому что нравится, потому что нравится смотреть, и пусть такая вот память оболтает Алан Бейск. Спасибо большое за подарок. К нашим именным кружечкам появился еще один символ передачи женской для женского клуба. Я хочу поблагодарить вас за участие в нашем проекте. И всем телезрителям скажу, что вы можете прийти в галерею авторских работ «Алтай Талан Бейск» и увидеть потрясающую выставку художника Романа Величко. Также выставка-конкурс продолжает работу путешествия в Японии. Ну а мы, в свою очередь, будем вас информировать о таких интересных проектов в галерее. Я благодарю вас за внимание и до встречи в эфире. Благодарим за помощь в создании программы «Кафе Панорама» улица Шишкова-2. Образ ведущей от стилиста и визажиста Елены Оглесневой. Субтитры создавал DimaTorzok